Для того, чтобы быстро одеться в четвертом сезоне, нам нужно подписаться на канал и поставить лайк этому видосику. Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео поговорим о гиринге в четвертом сезоне, об одевании. Как мы прекрасно знаем, высокий темп левел ценится. Мы быстрее получаем инвайты в мифик плюс, можем высокоуровневый данжик какой-либо пройти. Касательно рейдов, мы наносим больше ДПСа. Видеть себя в первых строчках ДПСа это всегда приятно. Боссы умирают быстрее. И хп пул наш больше, мы получаем меньше урона, если расценивать это все попроцентно. В этом видео поговорим о том, как быстренько одеться, какие новые механики у нас будут. Хотя тот, кто играл в Shadowlands, немножко поймает ностальгию и увидит то, что механика некоторой валюты схожа. Перед тем, как я начну пояснять за цифры, давайте обсудим тематику четвертого сезона. Четвертый сезон пробужденный. У нас будут пробужденные рейды, пробужденные крафтовые вещицы. Если мы откроем путеводитель по приключениям в четвертом сезоне, когда он стартанет, то мы увидим небольшой значок у рейда. Это значит то, что он пробужденный, и то, что мы с него будем вылутывать вещицы наибольшего этом левела. Даже больше, чем мы видели в Эмир Драсиле. К примеру, мы можем лутать различные вещицы 535-го этом левела. В то время, как сейчас максимальная вещица 496-го. Четвертый сезон, как правило, релаксирующий. Это мы видели в Shadowlands, и это мы увидим также в Dragonflight. Все альфа-боссов будут учтены. К примеру, если вы на Феррака потратили пулов там 400-500 с целью того, чтобы сделать ФК, то в четвертом сезоне вы потратите намного меньше пулов. К тому же, этот рейд был недавно, и люди все еще помнят, да, что там делать, кому куда встать, кому куда перебежать. Но, возможно, для хранилища воплощения Аберия придется вспомнить, как, куда, кому двигаться. Опираясь на свою таблицу, я могу высказать абсолютно все. Пройдемся по рейдам, по всем сложностям, по луту. Если рассмотреть Алферр, то 480-е вещи с возможностью апгрейда до 502-го итом-левела. Нормал — 493-515. Герои-крейды — 506-522. Если мы рассмотрим мифик-рейды, то от 519-го итом-левела вплоть до 535-го. 535-ый итом-левел будут иметь ультра-редкие вещицы и легендарки. Также, если мы их купим за новую, уникальную, инновационную валюту под названием «Старинный бронзовый слиток», то мы тоже можем их апнуть до 535-го, у них будет особый уровень апгрейда под названием «Пробужденный герой». Также за эти старинные бронзовые слитки мы покупаем ополки для своих легендарных вещей. Подробно в этом видосике я все рассказывал и показывал. Тут конкретно на этой секунде, на таймере 2.35, показываю чешулю по пробуждению. Тут показываю корешок тринкет. То, что у него 12 апгрейдов, потому что это не гига-редкий тринкет, потому что он просто-напросто падает с первого босса. Я же должен тут был показать какую-то гига-редкую вещицу. По-любому. Да, к примеру, «Сердце Ферака». 14 уровней апгрейда. Начальный итом-левел 493-й. Конечный 535-й. Вы только вдумайтесь в это. Надеюсь, гребни не будут лимитированы, и это все можно будет апать в первые дни. Но конкретно бронзовые слитки, за которые совершается покупка гига-редких вещей, там ограничение в количестве одной штуки в неделю. Если мы правее рассмотрим крафты, то у нас новая искорка, которая, по-моему, будет вылутываться в виде одной штучки в неделю. И имеются другие названия гребней, а именно пробужденные. Такой вот итом-левел получается. Крафтовые вещицы будут 525 итом-левела. Если мы рассматриваем зачарованный пробужденный гребень аспекта. В целом-то кайфово, почему бы и нет. Можно скрафтить себе 525-е вещицы и наслаждаться ими. Рассмотрев систему мифик плюс, мы видим, что, проходя седьмые ключи, мы уже вылутываем вещицы формата герой, и можем апнуть их до 522-го. Это круто. Если мы хотим сэкономить гребни, окей, идем в девятые ключики. С целью максимального викли-лута мы ходим в восьмерки, десятки, чтобы эти вещи были формата легенда. Мы, само собой, хотим получать хороший викли-лут. И таким образом мы должны просто-напросто зачищать восьмерочки, десяточки ключи. Если мы хотим одеваться с самих ключей, то семерки, девятки. Девятки комбинируют оба этих занятия, поэтому, конечно, девяточки. К тому же, третий модификатор начинается с десятого ключа, поэтому наше одевание сводится к тому, что мы нереально фармим девятые ключи. Старинные бронзовые слитки нужно тратить с умом. Передо мной экспериментальный сим Анхоли ДК. Если мы внимательно глянем, то увидим то, что тут имеется масса уникальных вещиц. А именно, топор апнут до высокого этом левела, плащик имеется с аркарета, два колечка огненных, тринкет имеется с совета, конкретно икона 528. И на это все, по факту, уходит 10 бронзовых слитков. Максимум их, по-моему, можно получить 12, хотя где-то пишут то, что вообще 20. И для кого-то это может показаться каким-то адом преисподней, то, что, ой, нужно каждые там недели заходить в игру, зачищать рейды. Нет, не обязательно. Будет система для отстающих. И если вы, например, пропустили какую-то неделю, то вы все равно залутаете максималку, которую только возможно. К примеру, вы вообще не играли недель 5, стартанули на шестую. Вы, убивая рейдовых боссов, получите 6 бронзовых слитков. Таким образом, вы сможете позволить себе 3 гига вещи. И эти 3 гига вещи, они изначально, конечно, будут 93-го этом левела, но потом вы их апните до 535-го. Конечно, драконьих камней потребуется много. Возможно, придется видос на эту тему записать по фарму драконьих камней. Я подумаю об этом. Сетовые вещицы нереально раскрывают потенциал нашего персонажа, нашего класса. Уйма способов вылутать сетовую вещицу. И я уверен, что многие будут уже на второй неделе в 4 кусочках. Само собой, сет нужно обновить, потому что 490 сетовые вещицы или там 520, конечно же, разница имеется. К тому же, быть может, у кого-то сет нереально дает прирост по сравнению с текущим, с третьего сезона. Полный список тех сетов, которые будут, я кину в описании к видосику. Было голосование, и, возможно, у вашего класса, у вашего спека сет-бонус там со второго сезона или с первого сезона. У кого-то также остался с третьего. По-моему, как раз-таки у меня, у Анхоли ДК, ну и еще там у многих классов. Так, источники получения сета нереально огромные. Мы также лутаем ачиву за 2 карьё и получим там какой-нибудь пробужденный знак искусности. Скорее всего, он будет так называться. Это уже, да, один кусочек. Потом среда, как только получается обновление стартует, мы там походим в ключи, получим вещицу формата герой и прокрутим ее в сет. Это уже второй кусок. Потом следующая среда, это уже третий кусок. И мы прекрасно помним о том, то, что боссы сами по себе дропают сетовые кусочки. У нас имеется Героик, Нормал, ЛФР, Мифик. Вылутать один кусочек с боссов, а еще и там ОМНИ токены будут введены. Так это же вообще легко. Один кусочек за две недели. Я больше чем уверен в том, что ко второй неделе, там к началу, к окончанию, многие будут с четырьмя кусками. Подытожим ранее сказанное. Для того, чтобы быстро одеться в четвертом сезоне, нам нужно подписаться на канал и поставить лайк этому видосику. Также нам нужно фармить ключики. Мы фармим ключики для того, чтобы с самих ключей выформить какой-либо лут, а также мы заполняем викли лут. Мы не забываем посещать рейды. Максимальную сложность, которую мы можем, потому что мы также будем вылутывать вещицы. Также мы будем получать ачивочки. Пройдя фулл нормал, мы получим маунта. Пройдя фулл пробужденные рейды героек, мы получим звание. А пройдя фулл рейды пробужденные пахальные, мы получаем телепорты к этим самым рейдам. Приятно в целом. Также мы не забываем про крафты. Крафтим себе какую-нибудь гига вещицу с украшением, и она прекрасненько работает. Сеты, конечно же, нужно обновить. Мы прекрасно это знаем, помним и понимаем. Не забываем правильно распределять старинные бронзовые слитки. Можно купить гига триню, которая даст нам очень много ДПСа. Также, будучи воином, паладином, рыцарем смерти, или пробудителем, можно улучшить свое легендарное оружие. А легендарки очень сильны. В теории все идеально. А на самом деле, начиная со среды, я буду стримить все эти походы в мифик плюс. Походы в рейды будут стримиться. Буду рад вас видеть. А если у вас имеются вопросы касательно одевания, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!